Прям не знаю, видно ли вам будет, друзья. Вон, посмотрите, остатки красоты на небе. Вот там вот такие вот круги, красные, зелёные. Не знаю, наверное, моя камера вряд ли покажет вам. Это я вам опять веду репортаж. Веду репортаж по поводу посещения Трампом Портсмасса. Сегодня целый день. Он там у нас находился с визитом. Сейчас расскажу. Так вот Трамп, как он у нас посетил Портсмасс. Это было целый день. Вот утром там было столько стянуто всякой полиции, охраны, что люди, которые живут в Портсмассе, говорят, что никогда раньше они не видели такого скопления полицейских и разного рода охраны в своей жизни. Никогда не видели. Вот так охраняют президента Трампа. Но ещё при том самое интересное, что хочу обратить на что ваше внимание, что когда королева прибывала в Портсмасс, вот этот музей, музей Неви, Роял Неви, и, в общем, там музей старинных пароходов и военных пароходов, военных кораблей, военной техники. Ну и она со своим мужем, принцем Филиппом, частенько посещала этот музей. Там стояла их яхта Британия, на которой они в течение 40 лет совершали свои путешествия. И вот никогда королеву столь много полицейских не охраняли, как вот охраняют сейчас президента Трампа. Ну, как вы знаете, он прибыл в Портсмасс в связи с 75-летием высадки Нормандии. Это я, честно говоря, даже особенно и не в курсе этих событий, но там он встречался опять с ветеранами. И вот я вам показала в самом начале вот этот интересный такой был торжественный салют, в честь Трампа произведён, значит, что, как это всё выглядело, сейчас вам расскажу. Это, значит, было несколько самолётов-истребителей и несколько вертолётов поднялись в небо. И вот самолёты такими вот красивыми хвостами разноцветными на небе там нарисовали круги. Вот, ну это, знаете, по сравнению с тем, что когда-то было у нас на Красной площади, это, конечно, выглядело, в общем-то, довольно-таки смешно и, так скажем, совсем не красочно. Вот это уже остатки, я вам показала, это уже вечер сегодня. И всё было дважды вот так облетели самолёты, нарисовали эти круги. И что они знаменовывали, я не знаю, ну, наверное, просто для красоты. А вертолёты просто кружились в небе. И вот так приветствовали президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Вообще англичане не привыкли к таким грандиозным, торжественным фейерверкам. Каким-то, знаете, чтобы миллионы тратить, вот, показать фейерверк. Они в этом плане абсолютно скромно празднуют. И я считаю, что это правильно. Вот они, например, больше уделяют внимание вот этим ветеранам, которые сейчас уже все такие старички. И им, вы знаете, вот подарили новые креслокаталки, кому необходимы. Им подарили там какие-то очень даже огромные корзины с подарками, с едой, с фруктами. И даже, по-моему, какие-то деньги. Вот, ну, то есть, вот понимаете, на что обращается внимание? Не на то, сколько в небе салюта, а на то, как на самом деле чествуются ветераны. А пыль пускать в глаза. Здесь как-то не привыкли и считают, что это абсолютно незачем. Вот, кстати, у них даже, вы знаете, на Новый год, на Рождество, у них таких грандиозных ёлок не ставится. Может быть, в Лондоне какая-то большая ёлка устанавливается. А вот в нашем, например, маленьком городе в центре Райда, да и в других тоже городах небольших, там очень маленькие ёлочки, такие, знаете, может быть, метров 10 высотой, просто украшенные фонариками. И никаких таких помпезных вещей не происходит. Как-то всё они стараются больше тратить на людей. Рассказала вам о высадке Нормандии в 75-й годовщине празднования. И вот, вы знаете, опять там осталось этих бедных ветеранов. Что-то порядка 70 человек сказали, вот чествовали там их. Я вам уже примерно немножко рассказала эту ситуацию. Что не тратят деньги на салюты, на фейерверки, на грандиозные парады. Вот они не тратят деньги на это. Но они обеспечили полностью этих 60 оставшихся в живых человек, военных, которые принимали участие вот в этой вот высадке в Нормандии. Это 75 лет. То есть это получается, как вы понимаете, уже последняя из магикан, которые ещё остались живыми. Ну, 60 человек, скажете вы, не так уж и много. Так ведь вот, самое-то ещё интересное, что наши бедные ветераны, даже те, кто ещё и дожил до годовщины Великой Победы, так ничего и не имеют. Ой, вот просто, вы знаете, не хочется залезать в политику, но она сама лезет в нашу жизнь постоянно. Вот сегодня услышала я, я не знаю, вы слышали, нет, эту новость, когда с радостью сообщают, по-моему, даже по каким-то там основным каналам российским, что вот придумали такую помощь людям, малоимущим людям, у которых уже нет денег даже на то, чтобы купить просто продукты первой необходимости, хлеб, молоко, какие-то овощи, картошку, макароны, может быть, каши, вот такое вот, понимаете, не до жиру, как говорится, быть бы живу. Так вот, у людей не хватает денег, уже довели, чтобы купить продукты первой необходимости, и с радостью сообщают, что придумали помощь для них. Кредит. Будут давать людям кредит. Вы слышите, да? На то, чтобы люди покупали, вот дают кредит, на то, чтобы люди могли купить продукты первой необходимости, и потом залезать опять в эту долговую кабалу, а не кредит соизволили дать. Вы представляете, друзья? Вот вы знаете, у меня прямо ком в горле, и хочется просто рыдать от этой безысходности. Вы знаете, это что такое? Как можно так не уважать людей своих, свое население, чтобы вот такие законы издавать? Да эти миллиардеры, у которых по 18, поскольку там 12 миллиардов найдено в квартире, да они должны были бесплатно раздавать, ходить по домам, по квартирам, и раздавать бесплатно эти несчастные продукты этим людям, которые уже совсем в полной нищете. Ну вот как это, как это, я не знаю. Я не знаю. Вот сейчас показала вам этот убогий салют, да, который тут в честь Трампа был произведен. Может быть, кто-то даже скажет мне. Ну вот у нас, так а вот у нас, какие салюты, какие грандиозные фейерверки, а какие у нас парады, для кого, зачем, кому, если люди живут в проголодь основная. Ой, я не знаю. Вот говорю, что хочу на позитиве, не хочу залезать в политику, но она лезет сама, просто сама, кругом. И вот от такого просто беспредела, чтобы с радостью сообщить, что они решили помочь малоимущим и дать им кредит на покупку необходимых для выживания, для существования продуктов, это до какой степени надо довести народ. Я, друзья, даже не знаю, что сказать. Я вообще, конечно, человек очень эмоциональный и, может быть, излишне эмоциональный иногда, но меня это все очень задевает. Вы знаете, просто как будто даже это случилось вот с моими какими-то родными, когда вот такое. Да и, в общем, надо сказать, что и у меня на родине тоже ничего хорошего. Сейчас только Москва, по-моему, кое-как еще держится. Москву подкармливают, дают дополнительные пенсии, какие-то льготы дополнительные тем же пенсионерам, да и нормальным людям, не пенсионерам, работящим, работающим. Только в Москве можно что-то еще найти. Да, по-моему, уже не факт, что сейчас можно найти. И что? И что происходит? Где развитие страны? Я не знаю. Может, чего-нибудь я не понимаю. Объясните мне тогда, что происходит вообще. Это вроде хочется вернуться. Вот вроде бы как многие говорят, ой, да вот вы тут хаите Англию, а возвращайтесь в Россию. Да я вот сказать по правде, не только хаю Англию. Если кто смотрит мои многочисленные видео, то знает, что я и всегда отмечаю. А я не возвращаюсь, потому что погода для меня там не климат. Вот в моей родной местности сейчас плюс 37. Это июнь месяц, и это немыслимо для меня. Я такую жару уже не привыкла. Вот. Я уже говорила, что я прожила 28 лет на крайнем севере, и уже теперь я возвращаться туда боюсь, потому что чревато, как говорится, в таком возрасте уже возвращаться в такую жару, и мне там плохо. Поэтому вернуться не могу. А куда-то в другое место, понимаете? Какая, как говорится, разница, когда все везде уже теперь будет для меня. Точно так же все вот. А у нас, видите, дождь опять пошел. И у нас плюс 15. 7 июня. Холодно. Вернулось английское лето. как я взял. Продолжение следует...